Многие считают, что портал является собой лишь интерфейс из плоти. Так и есть. Портал – суть большой интерфейс из плоти. В то же время портал – это нечто большее. Из названия следует, что портал – это способ перемещения объектов из места размещения портала в различные места, обнаруженные по другую сторону устройства. К примеру, так называемые инопланетные города по противу. Места размещения порталов, чаще всего, хотя и не всегда, сопровождаются большими нестабильными цилиндрами. Самый большой из известных мне надборных порталов появился в Новой Земле и просуществовал несколько людей, прежде чем был уничтожен русскими при помощи так называемой царь-бомбы. В этом случае металлические цилиндры были несколько миль высотой и обладали внешними особенностями, которые довольно редко встречались на других цилиндрах. Мигающие огни в модуле антенны – они создавали впечатление рукотворных объектов, то есть выглядели скорее как специально созданные устройства, нежели природные явления. Являются ли цилиндры артефактами, предназначенными для отправки через портал? Или же они явления, созданные интерфейсами с плоти на номер того, как формируются грибетерного взрыва? Я бы хотел показать вам фотографии цилиндров в Новой Земле. Они были по-настоящему прекрасны. Конструкции, устремленные на многие мили ввыск, в чистый арктический воздух, словно громадные инопланетные башни, оттененные сильно ввиду необъятности Новой Земли. И хотя имело место быть бесспорная необходимость в том, чтобы похоронить цилиндры под толщей Земли, и мы, безусловно, обязаны отдать должное советам в их мустах, попытках разрушить интерфейс, иногда я хочу увидеть их снова, когда у нас было бы хоть что-то, хоть какое-то доказательство. Субтитры создавал DimaTorzok